Преподаватель русского языка и литературы Ольга Трошинская в профессии 10 лет. В прошлом году она выиграла региональный этап конкурса «Учитель года Самарской области», а в этом стала членом жюри. Говорит, до сих пор не может забыть то волнение, которое испытывала, выходя на сцену, поэтому всячески пытается подбодрить участников. Мне кажется, что у ребят все получится, я их так зову ребят, потому что мы их морально поддерживаем и желаем успехов, удачи. Я уверена, что действительно победительнейший. Отцовение будет по очень простым критериям – это профессионализм, умение держать себя на сцене, и, конечно, знание материала, умение работать с публикой, и какое-то удивительное качество, в том числе харизматичность, которая позволит человеку стать лучшим из лучших. В жюри – мэтры своего дела, заслуженные педагоги, представители департамента образования, директора крупнейших школ, бывшие участники и победители прошлых лет. Впервые конкурс «Учитель года Самарской области» прошел в 91-м. За это время 11 учителей Самарской области достойно представили регион на заключительном федеральном этапе. В прошлом году в конкурсе приняли участие много учителей географии, а в этом много филологов, физиков, преподавателей информатики и математики. Хочется отметить, что у нас в этом году на нашем конкурсе профессионального мастерства достаточное количество молодых педагогов. А самое главное, вы, наверное, увидели, что у нас очень много мужчин, педагогов, и представлены различные предметы учебного плана. Поэтому мы говорим о том, что конкурс разносторонний, разновозрастный, передовой, энергичный и конкурс будущего. А самое главное, наверное, при проведении конкурса вы увидели горящие глаза детей, которые увидели новые звезды педагогического небосвода. 15 участников, которые вышли во второй этап окружного конкурса, наградили грамотами и памятными призами. В финал вышли 6 преподавателей, которые продолжают борьбу за звание лучшего в Самаре. Победители определяют через две недели. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.